По оценкам спецслужб Российской Федерации, в регионе насчитываются десятки тысяч боевиков «Исламское государство», организация запрещенная в России, отметил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Десятки тысяч боевиков «Исламское государство», по данным спецслужб, насчитываются в Афганистане, в том числе в приграничных со странами Центральной Азии Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном провинциях. Об этом говорится в статье заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, опубликованной в интернет-издании газета «РУ». Руководство «Исламского государства» прямо заявило о планах распространить свое влияние на весь регион, говорится в статье российского политика. По мнению Медведева, последствия военного присутствия США в Афганистане катастрофичны, Вашингтон бессмысленно зарыл в Афганистане 1,5 триллиона долларов и не смог победить терроризм. Силы сопротивления во главе Ахмада Масуда вчера ночью обратно взяли у талибов три района в провинции Пандшер. По данным газеты «Афганастан Таймс», силы сопротивления во главе Ахмада Масуда вчера ночью вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян. Отряды фронта национального сопротивления в северной провинции Пандшер, которая не подчинилась захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан», запрещено в России, отбили у радикалов три района в указанном регионе. Об этом сообщила в пятницу в местной газеты «Афганастан Таймс». По информации ее источников, ополченцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях Пандшера. Как уточняется, в результате ожесточенных боев силы фронта национального сопротивления уничтожили десятки сотни талибов. Лидер сопротивления Пандшера Ахмад Масуд обратился к нации. Лидер сил сопротивления Пандшера Ахмад Масуд записал в виде обращения к афганскому народу, он призвал жителей восстать против власти талибов. По его словам, вместе с Талибаном в стране воюют зарубежные силы. «Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей Родины. Восстаньте каждый, как можете», — сказал в обращении Масуд, его слова приводит РИА Новости.